Ну и не только подглядывать, я думаю, это действительно очень интересный опыт. Вообще биографии великих людей всегда читать очень полезно. А Меган Маркл сейчас, как мы знаем, так их судьба разворачивается необычно. Я не знаю, да и мне, ладно. Главное знать, как разворачивается ваша судьба, собственная. Вот твоя, Соня, судьба как развернется на этой неделе? Это знает только Наталья Сарамон. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Всем, как всегда, у нас есть о чем поговорить. Предстоящая неделя у нас начинается очень хорошо. Но мы про погоду не будем, про погоду очень много говорить и давайте будем про планеты. Луна находится сегодня в 9, через 2 дня она переходит в весы. Вся неделя будет легкая, динамичная. Буквально с сегодняшнего утра начинается, включается, все включаются в работу. И деловая активность на пике. Очень большая рекомендация не оставлять какие-то важные дела на конец недели. Почему? Рассказываю. Потому что наш любимый друг Меркурий, который 3 раза в год разворачивается в обратное движение, то есть 3 раза в год, это астрономический факт. Готовится к своему очередному ретроградному движению. Часто телезрители спрашивают, что же это такое, как планета может идти вообще в обратную сторону, что происходит. Специально давайте с вами сейчас посмотрим, да, реконструкцию я сделала, для того, чтобы простым языком показать, как это происходит на небе, в реальности. Здесь у нас Земля, то есть здесь находимся либо мы с вами в студии, либо наши телезрители, которые сейчас около экранов находятся. Там можем и мы, и телезрители. Да, это вот Земля. Где-то там на небе находится высоко солнышко. Вот оно, да, в знаке Зодиака Водолея. Меркурий, планета Меркурий сейчас находится в рыбах. И вот, Меркурий на самом деле не может останавливаться. У него есть своя орбита, по которой он бесконечно каждый день совершает свое ежедневное движение. Но с точки зрения земных наблюдателей, нас с вами, нам иногда кажется, потому что Меркурий, видите, он вокруг солнышка вот так вот будет ходить. Все время ходит, никогда не останавливается, ходит вокруг солнышка, да, по своей орбите. Но нам периодически, жителям Земли, кажется, что он пошел в обратную сторону. Именно вот такой период бывает трижды в год. И сейчас мы с вами к нему подходим. Сейчас Меркурий у нас останавливается и начинает тормозить наши дела. Поэтому не отступаем от планов. Не соблазняемся на какие-то новые какие-то проекты. Если кто-то нам срочно что-то подкинул, нам нужно все поменять и поступить новым образом. Вот негодяй Меркурий. Ну нет, он хороший, просто нужно прислушиваться к нему. Он идет, и мы сами придумываем себе какие-то вот, отвлекаемся на какие-то моменты. А что тогда стоит делать? Что стоит делать? Стоит завершать то, что мы с вами запланировали. Стоит первую половину недели подписать все документы, которые нужно подписать, все договора, которые нужно подписать, все договоренности, устаканить, так скажем, да, и ждем дальше, что будет происходить. Так это же здорово, сделать в первую часть недели все необходимое. Четверг, пятница уже можно отдыхать. Четверг, пятница, да, можно доделывать какие-то свои дела. Значит, каких-то конкретных рекомендаций, предостережений к конкретным знаком Зодиака на предстоящей неделе нет. Нас с вами ждет очень интересный день, это 14 февраля. И очень интересно, да, очень интересно отметить, что те пары, которые будут регистрировать свой брак в этом году, 14 февраля, обречены просто на счастливую жизнь. Там планеты встают в уникальную конфигурацию, да, может быть, кто-то еще успеет подать заявление, как-то договориться на 14 февраля. Да, вряд ли уже, наверное. Ну, может быть. Вот, и, в общем-то, эти пары обречены на счастливую семейную жизнь. А вот то, что у нас... Посмотреть бы на них. То, что у нас Солнце и Меркурий вот здесь в водолее и рыбах, это что-то значит? Ну, да, у нас каждая планета совершает свои движения. И каждую неделю, каждый день она передвигается, все время вперед идет, да. То есть, ну, сейчас Солнце находится в водолее. На следующей неделе оно перейдет в знак зодиака. Это значит то же самое, что вот кто сейчас рождается, они в водолее. Да, они в водолее. Это мы по Солнцу, да. Но у нас еще другие планеты есть, которые тоже находятся в других знаках зодиака и формируют наши какие-то качества. Мы все разные. 12 знаков зодиака, 10 планет, но мы все разные. Потому что разные конфигурации у нас в гороскопах в момент рождения. Итак, подводим итог. Значит, на этой неделе все важные дела доделываем в начале, в первой половине недели. Те, кто собирается замуж или жениться, те 14 февраля выходят или берут? Или делаем предложение, вот. Или хотя бы делать предложение, вот, подскажи там ему самому, ты знаешь, кому. Не понимаю, о чем. 14 февраля, и будете счастливы вот просто всю жизнь, правильно? Да. Вот так вот. Супер, спасибо большое, как я знаю, такие точные дни, точно, Игорь, если Наталья говорит, если ретроградная Меркурия, все. Значит, надо воспользоваться действительно этой ситуацией. То есть, такая неделя чувств больше, чем каких-то дел, прагматики, да? Да. Вот так. Наталья Сарамут была у нас в гостях, наш штатный, можно так сказать, уже астролог, которая всегда нам сообщает о том, что же звезды нам готовят на предстоящую неделю. Спасибо вам большое. Удачи всем. Спасибо, что подсказали, что нужно все дела завершить вот в начале недели. Для меня это очень важно. Ну, а потом уже будем отдыхать. Ну, и, конечно, не забывать о том, что 14 февраля приближается. Для кого-то это шанс обрести счастливую жизнь на долгие годы. А для кого-то шанс заработать. А для кого-то это шанс потратить все, что есть. Для того, чтобы потом была счастливая жизнь. Ненадолго прервемся на блок полезной информации, сразу после чего вернемся в нашу студию.